Вместо открытых фудкортов павильоны с узбекской кухней, вместо прилавков клеенки. Вид и вовсе открывается на трамвайные пути. Д-ассортимент весьма прозаичный, хотя если постараться, можно найти кое-что интересное. Вообще я очень давно торгую. Я занимаюсь в основном монеты, значки. В основном все, что происходит из Советского Союза. Во всем мире блошиные рынки позиционируют себя как центры притяжения туристов, где можно присмотреть антикварные вещицы, попробовать местную еду, насладиться панорамами города. Но во Владивостоке толкучка имеет вид далеко не цивилизованный. Однако туристы здесь также основные покупатели. Вьетнамцы любят значки, китайцы – старые бинокли. Остальные охотно приобретают монеты. Более редкие вещицы реализуют, как правило, скупщики. Китайцы, японцы, вьетнамцы. Даже эти приходили ирландцы вроде бы. Они брали у нас постаканники. Они партию взяли сразу. Торговля на Блашихе идет весь световой день. Свой нехитрый скарб пытается продать люди, у которых эти вещи залежались или никому не нужны. Девчонке сумку подарили дочке, а она мне не подходит. Думаю, что она лежит, это же деньги. Они тоже получают немного. 20-18 тысяч. Они что, могут мне, пенсионерке, помочь? Таких здесь большинство. Для них торговля на рынке не способ заработка или приятного времяпровождения, а способ выживания. Увидев камеру, настораживаются. Боятся, что разгонят. Дело в том, что толкучка остается в поле зрения городских властей. То есть погоду здесь определяют больше не синоптики, а политики. Бабушка, пенсия маленькая, жительнина, поэтому продают. А вот девочка у меня там знакомая, я потом покажу. Мне трое детей, а может в больнице лежит. Не хватает этих просто, ну, знаете, детских денег. Вот поэтому она здесь. Тут столько интересного. Вы что? А вы что-нибудь видели сами куда-нибудь? Да. Что интересного? Душегречку советскую. Положение вещей можно было бы изменить, облагородить территорию, организовать рабочие места. Возможно, тогда толкучка во Владивостоке станет пусть и не визитной карточкой города, но модной достопримечательностью, которую включат в туристические маршруты столицы Азиатско-Тихоокеанского региона. Катерина Матвеева, Станислав Лазебный. Новости на восьмом. Новости на восьмом.